Добрый день! Рада видеть вас на своем канале. Сейчас я нахожусь в спортивном комплексе. Мы привезли племянника, он ходит на теннис. Не могли утром такси дождаться, вообще не было такси. Пришлось брать комфорт. Приехал мужчина, который, оказывается, говорит на русском, он из Белоруссии. Прекрасно доехали. И сейчас я вам покажу, как занимаются дети. Я хожу по салу, вернее, по коридорам центра, потому что там жарко, там ребятишек, родители. Сегодня последнее занятие показательное, то есть чему научились дети за то время, которое они ходят тут. Наш племянник, он ходит с января месяца. И сейчас посмотрим, как они с ними занимаются. Сейчас их поделили на две группы. Их сегодня, по-моему, 12 или 13 человек. И с каждой группой занимаются тренера, выполняют свои какие-то задания. Центр большой, он находится практически в центре города. Сейчас пройдем в зал. А он уже покидал меч. Все занятия идут на нашу шведскую языку. Занятия проходят, проходили раз в неделю, да, мы? Раз в неделю, по 45 минут. Сейчас вот это пустили воду попить. Если наш придет. И что она тут ходит, замыкает за волосы? Жених. Милане? Куда? Милане? Милане, иди сюда. Водичку будешь пить? Нет. Хорошо позанимался? Милан? Хорошо позанимался. Я победила. Я победила. Я победила. Поздравляю. Поздравляю. Малки! Это у них последнее занятие. Им дали медаль и диплом. Вот так он в любом, да, в выпуске, как они называются, в спортивных секциях. Вот он ходил на плавание, ему дали медаль. Диплом. Милан диплом дали. А он не слушает. Да? Не слушает. Вот. Ти-ти. Ти-ти. Зашли в туалет, да? А здесь вот какая-то раздевалка. Наверное, в спортзал, потому что там дверь идет. Пришли на остановку, ждем такси. Это чисто. Сегодня дождь идет. Но не холодно. Вот так выглядят шведские остановки. Вот как должны работать службы во дворе. Видите? Приехали. Они в 6 утра. В 10 в 11. Переоделись. Они приехали на большом джипе. Взяли инструменты. Пошли работать. Во-первых, все кусты они, посмотрите, пропололи. Убрали траву. Вот он здесь под окном. Польет. Они остригли траву на казоне. Вот он их стоит, джип. И спокойно себе работают. Не кричат. Не устраивают там перерывы себе. А спокойненько работают. Сегодня решили с Мариной перебрать игрушки, пока в милом садике в детском саду начали с ней. Вот тут отдельно отгружаем автомобильчики всякие. Тут пошли, что нужно выкинуть. Мягкие игрушки отдельно. Что оставим здесь? Чем он играет? Есть у него игрушки. Пока он не видит. А то сами понимаете, что детям любая игрушка для них это ценная. И не даст ее не выкинуть, не унести в кладовку. Вот такой вот у нас сегодня завал. Еще я чуть не обосалась сегодня. Ну, в смысле от смеха. Нашла. Пока перебирала. Среди игрушек вот такую вот красотень. У Марины спрашивают, что это такое. Она говорит, это шведские герои. Какие-то игрушки. Ну, есть герои. По телевизору их показывают. Даже с ними программы, там мультфильмы. И в детском саду воспитательница шила. А спрашивают детям. Ну, эти помощники. Что вы хотите. И вот Милан захотел, они ему шили. Я вообще хохотала. Не могла. Особенно этот желтый. Вот такие вот. Герои. А? Хайнбруда. А, так-так же само. И да. Белочка. Гуляем по лесу. Увидели Белочку. Что, худоватая, да? Угу. Но все равно красивая Белочка. Красивая она, да. Смотри, черно-коричневая такая. Надо, чтобы в коляску не запрыгнуть. Не, не запрыгнуть сейчас убежит. Охотик пушистый. Охотик пушистый. Угу. Угу. Оп-оп-оп. Раскакала. Угу. Угу. Ну, за зайцем угоняются на площадки игрушки общие. И вот такие вот есть качельки. Видите, они все белые. Настоящие вот шведы, они все белые.